Всем привет! Меня зовут Гущин Кирилл, разработчик Норстрима. И сегодня с большой радостью представляю наконец-то долгожданную многими серию Ниббл 2. Ниббл 2 довольно сильно измененная по отношению к Ниббл 1 серия. В первую очередь Ниббл 2 стал чуть-чуть добрее, чуть-чуть мягче в средней части. И если Ниббл 1 это такая жесткая зубочистка, то Ниббл 2 сохранил все возможности, например, по твичингу, как и Ниббл 1, больше короткими моделями, но при этом Ниббл 2 легче кидает легкие веса, Ниббл 2 лучше держит рыбу, и Ниббл 2 более ориентирован и более дружелюбен к начинающим рыболовам, у которых не поставлен силовой продавливающий заброс. По материалам это в принципе все то же самое, что Ниббл 1. То есть от 40 тонн до 24 тонн графиты. В зависимости от мощности спиннинга варианты могут быть абсолютно разные, поэтому сказать, что вот там вот везде, вот именно вот так вот, не скажу. Где-то есть 30, где-то 36, где-то 40, где-то 24, и все это вот так вот перемешано. Значит, кольца остались без изменений. Это Seagate LS. Почему? Потому что, как я уже много и часто говорил в разных обзорах, Seagate LS это качественные кольца, которые по сравнению с теми же даже Fuji, которые дороже, Fuji Alconite, они легче. То есть мы максимально оставили облегченный бланк, максимально уменьшили паразитные колебания, соответственно, максимально увеличили чувствительность. Потому что чувствительность в легкой ловле, она, конечно же, нужна. Вся серия делится на две подсерии, то есть есть три картыша и есть три более длинных модели. Картыши в первую очередь ориентированы на твичинг. Картыши ориентированы на точный заброс, не очень дальний, но точный заброс. И форсирование вываживания. Форсирование вываживания из травы, если надо из коряг, над корягами, не пустить рыбу туда, в коряги. Ловли по кустам, когда очень важно попасть, очень важно быстро-быстро выдрать рыбу из зонок кустов. Это когда мы ловим с лодки, либо мы стоим за бродку и кидаем в сторону берега. То же самое, если у вас небольшая речка, все то же самое. Вам надо попасть под плот берег, поймать эту рыбу и быстро-быстро вывести ее хотя бы на середину, либо треть пройти расстояние, убрать влияние коряг и дальше уже спокойно вываживать. Вот картыши сделаны для этого. Более длинные модели, они акцентированы чуть больше на дальний заброс, то есть далеко ими кинуть легче. Более длинные модели лучше работают с легким джигом, потому что, например, тест 2.10, коротыш 2 грамма джиг не потянет. А более длинные модели, с ними уже как-то более-менее 2 грамма голова, плюс какая-то приманка, уже можно на тонкой леске вполне спокойно себе ловить. По моделям. По моделям у нас все очень просто. Три модели в длине 1,98 и 2,03, то есть 63, 66 и 68, с тестами 0,8,5, 1,7, 2,10. Тесты стали чуть уже по сравнению со старыми ниблами, но ввели еще одну модель. Почему сделали 2,10? Все очень просто. В принципе, есть адепт с подобным тестом, но адепты сами по себе концептуально мягче. Адепты рассчитаны на относительно чистую воду, адепты рассчитаны на максимальное удержание рыбы, а вот силовые уваживания в жестких условиях могут не потянуть со сходным тестом. Поэтому нибл сделала именно более мощная модель для этого, если это кому-то надо, а потребность такая и есть. Статистику я собираю, как бы пожелания потребителей тоже слушаю внимательно. Ну и вот три следующие модели, более длинные, это 7,3, 7,4 и 7,5, с длинными 2,21, 2,24 и 2,26. И, соответственно, тесты 1,7, 2,10 и 3,14. Зачем я сделал 2,10 и 3,14? Ну, 2,10 я объяснил в плане картыша. С 2,10 и 3,14 с более длинными моделями все, в принципе, то же самое. То есть адепт есть, адепт очень многих устраивает, но кому-то нужны более злые спиннинги, более мощные в комливой части. Единственное, пришлось, конечно, пойти на некоторое утолщение комля, но тут, извините, как бы уже материалы. Потому что, чтобы остаться в этом бюджете, материалы улучшить, материалы не улучшились, материалы те же, которые были на первом неявле. И для того, чтобы строй был оптимальный, пришлось немножко увеличить диаметр комля. Вот здесь вот. То есть вот у меня в руках 3,14. Конечно, теоретически можно накинуть даже чуть побольше, но вершина и средняя часть рассчитаны именно вот на этот тест. Комель, ну, помощнее, да. Для чего? Для того, чтобы можно было, в принципе, форсированно вытаскивать рыбу, работать с рыбой в 3-4 килограмма. Ну, прям сразу говорю, средняя река, жерех. Сам часто ловлю, сам часто... Дождь голова влетает жерех в 3-4 килограмма. И что делать? Адепт из травы его не вытернет. Вот не был вытернет. Именно для этого, собственно говоря, вот эти вот более мощные модели и сделаны. И я уверен, что как бы своих почитателей они точно найдут. Вот это вот самые-самые универсалы, которым можно все и везде, ну, наверное, кроме твичинга воблеров по верху. Спиннинги обкатывались на разной рыбе. Это были и окуни, это были и головли, это были хариусы. И, в принципе, как бы и на абсолютно разные приманки. То есть, Ниббл второй, он даже стал чуть более универсален, чем Ниббл первый. Объясню почему. Если первый Ниббл достаточно жесткий, злой, вот в средней части, у меня сейчас в руках 0,86, то берем Ниббл второй с тестом 1,7 и смотрим на жесткости средней части. Она стала чуть легче. Что нам это дает? В твиче это никак не сказывается, потому что вершинка как была по жесткости, так и осталась. И жесткости средней части достаточно для того, чтобы протвечить любой воблер в этом тесте. Но при этом заброс легче. Вываживание шансов на сход, если рыба села за пленочку, меньше. Ну и, соответственно, комфорт при забросах и дальность заброса, как я уже сказал, она значительно выше и значительно легче. Дальше отличие. Еще одно важное отличие Ниббла второго от Ниббла первого. На первом Ниббле у нас был держатель. Это копия фуджевского IPS и передний гайк. Были нарекания. Нарекания были, потому что не все катушки, особенно китайцы, вот сюда встают. IPS, скажем так, делался в Fuji под Daiva, под Shimano. Daiva Shimano встает. Какие-то китайцы с более толстыми лапками могут быть проблемы. Поэтому, так как сейчас у нас китайцев все больше и больше, на новом Ниббле мы поставили копию VSS. Расстояние чуть побольше, все катушки заходят, включая недорогие китайские. Плюс ко всему, очень важный момент, я переделал гайку. Гайка стоит сзади, а не спереди. Соответственно, положить палец на обланк гораздо легче, удобнее. Ну и, соответственно, фиксация тоже, потому что очень часто у людей передняя гайка откручивалась. Здесь этого нет, крутите как хотите, сзади открутите довольно проблематично. Сделали не особо вычурную заднюю форму гайки, для того, чтобы было удобно людям с абсолютно разным размером рук, в любом случае, держать эти спиннинги. Потому что спиннинг народный, продается он там тысячами, тысячами, тысячами. Поэтому максимально-максимальный комфорт для всех потребителей с разными размерами рук. Ну, в принципе, на этом у меня все. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Первые 2-3 недели я буду точно на связи. Буду отвечать на вопросы под видео. Ну, а дальше найдете уже ВКонтакте, на Росфишинге. Там я присутствую практически постоянно, если не на воде. Все, всем всего доброго. Увидимся на воде. До свидания.